Приветствую вас. Вы знаете, вот то, что увидел я в вашей ситуации, на мой взгляд, связано с первое, личными границами, и второе, с чувством безопасности, которая необходима для того, чтобы, ну, чтобы в интимной сфере были успехи, скажем так. Вот, чтобы наслаждаться, можно было этим моей близостью. Может быть, ещё речь идёт о некой доступности, зарябовости, можно так сказать, адреналиновости. Вот, но это такой третий дополнительный момент. Основные моменты – это личные границы и ощущение безопасности, которая, скорее всего, пропала, когда ваш парень, значит, прожил в отпуск и начал жить с вами. Вот. Значит, если мы говорим подробнее о личных границах, то это, грубо говоря, постоянное вторжение в ваше лично-психологически ощущаемое пространство, вот, которое вам не нравится, ну, вот, это вмещательство вам не нравится. Вот. Вы чувствуете себя некомфортно, вы чувствуете себя, по сути, вы чувствуете себя постоянно, как раз-таки, своего рода интимной близостью. И вам бы это закончить, вам бы из этого состояния выйти, а вы, получается, ещё физически нужно сближаться, что вообще не комфортно. Вот. В данном контексте, на мой взгляд, в личные границы входит ещё и такой аспект, как, ну, скажем так, характер взаимодействия между вами. То есть, условно говоря, как кто вы общаетесь. Например, многие люди, начиная жить вместе, повторяют опыт своих родителей, которые, ну, тоже совместно жили. Там и что они, родители, это самый первый опыт того, как люди могут жить вместе. И такая родительская позиция или наоборот, детская, бунтарская позиция. Ну, мягко говоря, мягко. К повышению либидо не приводит. Там и что? Все с родителями, все с детьми не спят. Вот. То есть, грубо говоря, мужчина перестал быть мужчиной. А вам, судя по всему, либо не нравится то, что... Человек-человек перестал видеть себя как мужчина, вам бы ещё... Ну, вам... Вот, знаете, бывает такая история, что... Вот ещё хочется гендерного повза... Повзаимодействия, да? Только гендерного. Ну, тут... Нужно разбираться. Если мы говорим про безопасность, то здесь может быть некий травмирующий вас прошлый опыт, принудение, насилие, неуважение личного пространства, личных границ. И когда мужчина, собственно, начал с вами жить, вы почувствовали примерно то же самое. То есть, что мои границы могут быть нарушены. Мои границы могут быть там... там... ну... уничтожены. Мне может быть... мне может быть... нанесён вред. И вред серьёзный. Отсюда, соответственно, страх. С этим нужно тоже поработать, поисследовать. Ну, последний драйвовый, адреналиновый момент. Здесь... Я надеюсь... Достаточно всё... Понятно. То есть, пока у вас не было быта совместного, да? Всё было в порядке, будет появиться и сразу начались проблемы. То есть, ээээ... Нет искорки. Вот, ну... Момент в том, что... Всё время поддерживать искорку нельзя. Эээ... Поэтому нужно что-то общее между... вами. Вопрос в том... Ислянул. На этом всё. Я надеюсь... Что помог вам... Я... Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что... Ситуация будет разрешена.